Могут ли роботы принимать моральные решения? Возможны ли морально компетентные роботы? Это вопросы далеко не праздные. Они напрямую связаны с актуальными разработками в области сервисной робототехники. Почему же социальные роботы так притягательны для многих людей? Немецкий профессор Армин Грунвальд считает, что в роботах отражается наша мечта о совершенном человеке, о друге, заботливой сиделке, компаньоне. Но, кроме того, робот никогда не устает, не болеет, не раздражается, всегда готов услужить. Но это всего лишь наши мечты, проекции, а в действительности все гораздо сложнее. Так в каком же смысле можно говорить об этических аспектах робототехники? В настоящее время ученые выделяют как минимум три значения. В первом значении можно говорить о робоэтике, под которой понимается прикладная этика профессионального сообщества, то есть инженеров-робототехников, а также всех тех, кто вовлечен в процесс создания, проектирования и производства роботов. Но инженеры не могут самостоятельно сформулировать этические принципы робототехнической деятельности, и поэтому им на помощь приходят гуманитарные науки. Во втором значении можно говорить об этике робототехники, под которой понимается разработка морального кода в виде программы, который устанавливается в робота. То есть если робот будет следовать некоему программному коду и будет вести себя определенным образом, это позволит людям выносить суждения относительно того, вел ли робот себя морально, то есть в соответствии с программой, либо же аморально, совершая нечто непозволительное по различным причинам, например, по причине технического сбоя или некомпетентности программиста. В любом случае, в данном случае, поведение робота определяется внешними факторами. Сам робот ничего не знает о морали. Это логически подводит нас к третьему значению, к этике роботов. Роботы в этом контексте могут совершать этические рассуждения, нести персональную ответственность за свои поступки и осуществлять моральный выбор. Эти способности делают робота полноценным моральным агентом. Его действия уже выходят за рамки программы. Конечно, это очень интересная тема. К сожалению или к счастью, здесь нет реального предмета исследования, поскольку с технической точки зрения таких роботов просто не существует. И тогда получается, что этические аспекты в третьем значении могут быть описаны либо в научной фантастике, либо они могут стать предметом теоретических спекуляций наподобие проблемы в агонетке, знаменитого мысленного эксперимента в этике. Поэтому в этой связи можно говорить лишь о первых двух значениях этики в области робототехники. Рассмотрим теперь теоретические основания. В 2009 году двое американских ученых, Аллен и Уоллах, разработали концептуальную схему развития автономных моральных агентов. Для этого они выделили две составляющие – автономность и этическую чувствительность. Под этической чувствительностью они понимали способность роботов отбирать морально релевантные факты, чтобы осуществлять моральный вызов. Итак, представим себе систему координат на плоскости, образующиеся двумя взаимно перпендикулярными осями. На вертикальной оси отметим низкую и высокую степень автономности, а на горизонтальной оси, соответственно, низкую и высокую степень этической чувствительности. Тогда, согласно графику, чем выше уровень автономности робототехнической системы, тем выше ее способность принимать моральные решения. В настоящее время роботы обладают достаточно низкой степенью автономности, поэтому на этом этапе эволюции действует так называемая операционная мораль, где действие робота полностью определяется производителями и потребителями. Но по мере того, как роботы и машины будут становиться все умнее, возможен будет переход к функциональной морали, где уже роботы сами будут оценивать свои поступки и отвечать на моральный вызов. Как же возможна функциональная мораль для роботов? Какие этические концепции могли бы стать основой для разработки морального кода? Рассмотрим три примера, три основные этические теории. Начнем мы с диантологии. Диантология происходит от греческого слова «деон», что значит «долг». Примером диантологической этики является этика канта. Здесь главным критерием оценки морального поступка является решимость субъекта. При любых обстоятельствах, без исключения, следовать согласно определенным этическим заповедям. Другими словами, если ты следуешь строго установленным законам, значит ты моральный. Тогда, с точки зрения робототехники, основной задачей для программирования моральных роботов в этом контексте становится поиск набора конечных правил. Но здесь мы сталкиваемся с такой проблемой. Если очень кратко, то есть диантология имеет свои пределы и свои изъяны. Если очень кратко, можно сказать так, это проблема применимости и проблема игнорирования последствий. Например, с точки зрения этики канта категорически нельзя лгать, ни при каких условиях. Но робот, который не умеет лгать и который попадает в руки врагов, лишается своей ценности. То есть налицо проблема игнорирования последствий. Рассмотрим другой пример диантологического подхода. Это три знаменитых закона робототехники Айзека Азимова. Давайте вспомним формулировку первого закона. Он гласит, робот не может причинить вред человеку или допустить, чтобы человеку был причинен вред. Большой вопрос здесь вызывает пункт обездействия робота. Что это значит? Не приведет ли это к тому, что робот постоянно будет вмешиваться в жизнь человека, чтобы оградить его от всех возможных потенциальных угроз? Не получится ли так, что он просто перестанет исполнять свои обязанности? Теперь обратимся к другой этической концепции – консеквенциализм. Происходит от латинского слова «консеквенс», «следствие», «результат». Это группа моральных теорий, где нравственность отождествляется с результатами поступка. Одной из форм консеквенциализма является утилитаризм, родоначальником которого был английский философ-моралист XVIII-XIX веков Джереми Бентом. Этическая формула утилитаризма – максимальное счастье для максимально возможного числа людей. Утилитаризм предлагает максимизировать принцип полезности, а полезность же определяется как сумма всех хороших последствий действия и минус сумма плохих. Но здесь возникает другая проблема. Такой подход не поддается вычислительной обработке. Робот не сможет просчитать все последствия своих действий, хороших или плохих, даже в краткосрочной перспективе, тем более в сложном, постоянно меняющемся социальном контексте. Дело здесь даже не в недостатке вычислительной мощности современной техники. Нельзя чисто техническими средствами решить эту проблему. Дело в том, что утилитарный робот не сможет отфильтровать всю информацию, то есть отделить морально релевантные факты от нерелевантных. Особенно если робот будет действовать в новой ситуации, и речь идет о терабайтах нерелевантных данных. Потом есть еще так называемое неявное знание, на которое опираются люди при принятии решений. Такой тип знания очень сложно, порой невозможно представить в логике, следовательно перевести в код. Наконец, рассмотрим третью этическую теорию — это этика добродетели. Основателем этики добродетели является древнегреческий философ Аристотель. Чтобы понять ее суть, нужно вспомнить основной вопрос этики. Что значит быть моральным? Совершать хорошие поступки или быть хорошим? Дело в том, что консеквенциализм и диантология считают, что важнее поступки. Но мы же ведь понимаем, что даже безнравственный человек может симулировать добродетельное поведение. Поэтому для этики добродетелей важнее всего внутренняя мотивация. Добродетель как таковая. И в нашем случае, следовательно, речь идет не о хороших или плохих поступках, а о хороших или плохих роботах. Тогда интерпретация правильного поведения здесь будет выходить за рамки простого следования набору конечных правил. И потом, очень сложно ведь. То есть, как представить в коде внутреннюю мотивацию в саму установку на добродетель? Ведь это очень сложная эфемерная материя. Таким образом, и кроме того, при таком подходе царит моральный партикуляризм. Здесь нет универсальных законов и правил. Поэтому невозможно разработать универсальное программное обеспечение. Интересно было бы проанализировать влияние социокультурного контекста и национальных особенностей на развитие и на разработку морального кода. Давайте рассмотрим это на примере беспилотного автомобиля. В августе 2017 года Германия первой в Европе представила этическое руководство для программирования и использования автоматизированных транспортных средств. При этом этическая комиссия ориентировалась, согласно немецкой традиции, на этику Канта, то есть на диантологии, что официально зафиксировано в документе. Но тогда встает вопрос, а понравится ли это, например, жителям Великобритании с их установкой на утилитаристскую этику Бентома? Можем ли мы разработать универсальный этический кодекс? Или в будущем каждая страна будет разрабатывать свои национальные моральные коды? Например, образно говоря, покидая пределы Германии и въезжая в Великобританию, должен ли будет владелец беспилотного автомобиля перезагрузить программу с этики Канта на этику Бентома? Напоследок я бы хотела обсудить еще один вопрос. Представим себе чисто теоретически, что инженеры смогут разработать высокоантропоморфного робота, абсолютную копию человека, который достигнет полноценной моральной агентности. Но тогда мы столкнемся с новыми, еще более серьезными моральными вызовами. Это заставляет нас обратиться к истокам, к знаменитой пьесе Карла Чапака, где впервые было употреблено слово «робот». Давайте вспомним. Слово «робот» происходит от чешского слова, которое означает «подневольный рабский труд». Так вот, не пытаемся ли мы создать себе умных, покорных роботов? Смогут ли такие роботы удовлетворить нашу фундаментальную потребность в человеческом общении? Дело в том, что человек умеет говорить «нет», а не бросаться исполнять все пожелания и прихоти другого человека. Недаром великий немецкий философ XX века Макс Шеллер определял человека следующим образом. Человек — это тот, кто умеет говорить «нет». Каждый человек своенравен. В этом смысле антропоморфные роботы перестают работать. Так как же ответить на поставленный вопрос? Есть ли мораль у роботов? Вопрос остается открытым. Задача философа — очертить проблему. А дальше будем действовать сообща вместе с инженерами и другими заинтересованными сторонами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!